Один из самых трудных предметов в школе, как ни странно, русский язык. До 30% учеников имеют различные нарушения письма. Вообще, письмо – это сложная форма речевой деятельности. Чтобы написать слово, нужно определить его звуковую структуру, последовательность и место каждого звука, соотнести выделенный звук с определенным образом буквы, воспроизвести с помощью движения руки саму букву. Процесс письма, который у взрослого человека автоматизирован, у ребенка вызывает множество проблем. Но не спешите ругать своих детей за невыученное правило по русскому языку. Может быть, дело в том, что у ребенка нарушен сам процесс овладения письмом, то есть дисграфия. Как же ему помочь? В студии у нас Елена Панкова, логопед, дефектолог медицинского центра «Невродом». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор о различных сложностях, которые бывают у детей. И вот сегодня мы говорим о дисграфии. Это не просто ребенок не выучил правила, это что-то другое. Нет, это часто, кстати, учителя и родители часто путают и приходят, допустим, с запросом, у нас дисграфия, срочно помогите. А когда начинаешь диагностику, выясняется, что просто ребенку нужен хороший репетитор, который натаскаивает его на правила. Дисграфия у нас характеризуется стойкими, повторяющимися ошибками, причем ошибками одного вида. То есть у нас не бывает, что все, все плохо. Ну вот мы можем привести пример, например, вот это какого типа ошибки или какая ошибка? Конечно. Например, у нас такой вид дисграфии есть, как акустическая. То есть ребенок как говорит, так и пишет. Смотрите, как у нас происходит у ребенка процесс письма, который овладевает только письмом. Он сначала шепотом или вслух громко проговаривает. Так. Есть дети, у которых, допустим, звуки не поставлены, он вместо ше говорит се, и поэтому он так и будет писать сыски, допустим. Помните, тут рассказ Носова, да, сыски, фывки, вот это так и будет. Или если ребенок говорит «типцы», ну вот есть такие нарушения, он так и будет писать, и у нас так и будут на письмете «типцы». Вместо чипсы. Вместо птицы. Вместо птицы. Вместо птицы, я даже не разслышала. Почему-то птицы, это у нас, вот «типцы» — это очень распространенная ошибка. А, то есть получается вот это вот как слышишь, так и пишешь, да? Это такое именно распространение. Это один из видов наших дисграфий. Следующий вид у нас другой. Там ребенок звуки произносит правильно, он знает, как произносить звуки. Но он, вот как мы с вами уже говорили много раз, фонематически не различает близкие звуки. П, Б, К, Г или по твердости и мягкости. Это, кстати, очень распространенный тип, когда ребенку нужно написать «бабочка». И вот он сидит, думает, там Б или П, Б или П. И он может написать, ну как вот ему вот в этот раз, как он у него пойдет, так вот он и напишет. Поэтому давайте сразу можем поговорить о коррекции. Да, конечно, будем говорить о коррекции. Ну вот буквально перед тем, как начать разговор о коррекции, вот как, когда это замечается, вот эта вот проблема? Ну уже в первом классе может родитель или учитель заметить признаки, что потом будут проблемы. Диагностируется она у нас также во втором полугодии второго класса, то есть диагноз точно ставится, диагноз по дисграфии, как и по дислексии. Но до этого уже понятно, что какие-то проблемы уже есть, какие-то сложности уже есть. И родитель уже может обратить на это внимание, не ждать второго класса, второй четверти, и обратиться, допустим, к логопеду, который проведет диагностику, который выявит конкретно, в чем проблема или нету проблемы, или просто получше позаниматься. Ну это корректируется, с этим можно работать. Да, это подается коррекцией. Ну вот у нас сегодня, да, у нас сегодня прекрасные предметы, и мы сегодня, наверное, некоторые элементы покажем, да? И некоторые мы используем из этих предметов. Да, да, да. Смотрите, когда у нас ребенок не различает близкие звуки, как мы можем вот со старшим уже ребенком с этим работать? Мы можем взять мячики, вот у нас есть специальные нейромячики, вы тоже можете взять. Я тоже беру, да? Да, вы тоже возьмите, возьмите два. Да, и когда мы даем задание на различение звуков, мы добавляем какое-то действие к этому заданию. То есть мы не просто говорим, скажи мне, ты слышишь там B или P. Мы, например, делаем так. Я сейчас буду говорить слоги. Когда ты услышишь слог со звуком P, ты подбрасываешь мячик правой рукой, а когда услышишь со звуком B, подбрасываешь левой рукой. Так, допустим, у нас K, B, подбрасываем, подбрасываем, подбрасываем. Ух, даже P. P, B, мы темною отвечаем. А, P, B. Я не правильно поняла задание. Первое, да, первое правильно понять задание. Видите, мы различаем звуки. Давайте еще раз. Давайте еще раз. По. Получилось? Бо. Б. Другой рукой. Б другой. Другой рукой. Вот вы понимаете? Ну все. То есть мы добавляем, мало того, что ребенок играет, он просто счастлив с этими мячиками. Ага, то есть мы, получается, я держу внимание, да, если я слышу звук P, я подбрасываю одной рукой, если Бо, то другой. Да, во-первых, видите, у него должен быть сформировано, где у него правая, где левая рука к этому моменту, да. Он должен концентрировать внимание, он должен выделить звук, проанализировать и совершить какое-то действие. Все задания, которые у нас выполняются с дополнительными, не просто вот сидит, пишет в тетрадке, а с дополнительными действиями они гораздо лучше усваиваются. Ведь все, что мы пропускаем через моторику, оно откладывается гораздо лучше. Ну да, получается, я слышу, я анализирую, я тут же это закрепляю вот этим действием. Да, идет закрепление действий. То есть получается такая, я прям поработала, поработаю сейчас, Елена, да. И при том, что вроде бы они легкие эти задания, но когда мы даем вот такой игровой элемент, они очень хорошо работают. Вот здесь еще у нас такая штучка, опять моторика, да? Да, опять моторика. Это у нас для следующего вида дисграфии, это у нас есть такая оптическая дисграфия, тоже довольно распространенная. Когда ребенок не может запомнить образ буквы. Вот особенно письменные буквы очень тяжело, понимаете? Это же тоже пространственное восприятие, зрительное восприятие. То есть нужно запомнить вот эту букву, это у нас графема. То есть мало услышать звук правильно, да? Услышал, хорошо, он определил какой-то звук, букву вспомнил, а потом нужно графему вспомнить. В какую сторону она пишется? Вправо, влево, вверх, вот этот вот у нас крючочек вверху внизу. То есть тогда мы берем вот эту вот... Да, и тогда нам нужно закрепить образ буквы. Закрепляем образ буквы. У нас есть всякие... Это вот я как пример принесла просто. То есть я могу сейчас, я просто показываю, каким образом это происходит, да? То есть вот я, например, возьму сложную букву для... Хотя как, вот, наверное, тут мне тогда нужно будет... Наверное, не совсем верно я делаю. С другой стороны, наверное, потому что я хочу букву R написать, да? Ну, да. И тогда мне просто с другой стороны, наверное, придется это делать. Да, вот видите, тут тоже надо понять, где у нас начинается буква. Ну, я сейчас вижу, что я просто привязана вот этим шнурочком, да? И поэтому мне логично, чтобы мне не прерываться. Вот я сейчас так вот ее прям вот выписываю, вышиваю. Такая квадратненькая получилась, но тем не менее. Ничего хорошая. То есть смотрите, закрепили образ буквы, закрепили. Когда ребенок несколько раз проделывает подобные операции, выписывает, вырисовывает, вывязывает, выкладывает из каких-то шнурочков, там у нас, знаете, есть плотные такие проволочки, из этих проволочек вывязывает. Ну, и даже можно использовать... Мы используем пластилин, да. Вот смотрите, вот у нас ребенок сделал, берем пластилин, он пока скатал эту колбаску, пока он ее выложил правильно, вот вы представьте, какой тоже процесс в мозгу происходит, который способствует запоминанию. Ну, и раз уж я тут сегодня все делаю, да, некоторые упражнения успешны, некоторые не очень успешны, но волнуюсь и хочу быстрее понять задание, тороплюсь, да. Ну, вот я сейчас доделаю, да, букву «Е», я можно сделаю из этого? Конечно. Вот. То есть, вы знаете, очень увлекательно, да, очень увлекательно, хотя, казалось бы, да, полепить из пластилина, но правда, это тоже, это и удовольствие, это опять же вот та самая мелкая моторика, это опять же связываю, делаю... Действие, да. Когда мы проискаем через действие, смотрите, мы задействуем сразу много анализаторов, потому что часто у детей нарушено какое-то восприятие, либо слуховое слабое, либо зрительное, либо вот кинестическое, когда мы... У нас есть слабый анализатор, мы используем сильный анализатор, мы подключаем какой-то другой способ восприятия, и это работает лучше и продуктивнее. Вот любимая игра в слова в своё время, вот в моей семье она очень любимая, мой сын очень любил играть в слова, и я вот смотрю, что сейчас даже есть для этого специальные карточки. Да. Вот это специальное, конечно, пособие, но я думаю, что их можно даже и самим нарисовать, написать, и в это играть. Вот что это такое? Давайте два слова про это скажем. Есть ещё один вид дисграфии на основе нарушения языкового анализа и синтеза. Это тоже очень распространённый вид. Когда ребёнок не понимает, как ему писать слово, как ему написать предлог, слитно, отдельно, приставку, как ему написать, слитно или раздельно, когда он не видит границы предложения. Знаете, это те дети, которые пишут всё с маленькой буквы, без точки у них... И без пробелов. Без пробелов они не видят строку. Это очень такое сложное нарушение, которое тоже сложно поддаётся коррекции, но поддаётся. Ну вот даже я смотрю сейчас, вот, например, какой-то слог посерединке у нас, да, и от него уже предлагаются какие-то варианты, да, слов, там, сокол, да, сокровище, например, да, там, я не знаю, что ещё можно сделать. Песок, да? Да, да. Ага, колосок, ну очень много, да, вот таких тут? Да, потому что мы учим, ведь в этом случае важно ребёнка научить чувству языка, то есть анализировать слова, анализировать предложения, потому что для него это такое очень абстрактное, и когда мы его выводим на уровень вот этого анализа, учим его анализировать, ему потом становится проще. Ну вот, Елена, действительно много таких игр развивающих, полезных и очень увлекательных. Мне кажется, что если даже вот это делать со своим ребёнком, мне кажется, это и для взрослых очень... Это очень полезно. Очень полезно, увлекательно и как-то действительно и совместное, опять же, такое действие, совместное времяпрепровождение. Но всё-таки давайте, да, вот, чтобы немножко подытожить. Если мы видим, что у нашего ребёнка есть такая проблема, да, сначала надо всё-таки сделать верную диагностику. Сначала диагностика, потому что если часто люди обращаются к репетитору, но репетитор не занимается этим, он натаскивает на правила. Поэтому продиагностировали, определили, есть нарушение, если есть в какой области, вы видите, это... Выбираем способ. Пять видов дисграфии, пять. Из них мы должны определить, какой именно. И потом назначается адекватная коррекция. Ну и уже потом, конечно, подключается дополнительный учитель, да, если нужно, либо там школьный, либо репетитор, для того, чтобы уже, как мы говорим, натаскивать на правила, да. Но прежде всего нужно вот подружиться здесь. Настроить, настроить немножечко. Чтобы нейроны наши подружились, да, с буквами, с языком, да, с произношением. Елена, огромное вам спасибо. Я думаю, что такие простые, очень приятные, удивительные советы, они в помощь даже тем, у кого нет этой проблемы, ну, можно развивать, да, языковое чутье, языковую такую грамотность. В студии у нас была Елена Панкова, логопед, дефектолог медицинского центра «Невродом». Мы говорили о дисграфии.